Сион Прекрасно Прекрасно Вода ждет Тех, кто желает заключить С Богом Союз С Богом Завет Кто желает заключить И сегодня таких у нас Шесть человек Прекрасно, да? Они очень сильно волнуются Они очень сильно переживают И я хотел бы, чтобы мы вместе с вами Обратились к Богу в молитве Чтобы мы понимали Писание Которое Он приготовил для нас сегодня Чтобы мы могли молиться за тех Кто дорог и близок к нашему сердцу И кто сегодня желает С Богом заключить завет Я приглашаю церковь помолиться Давайте помолимся Наш Отец Небесный Мы благодарим Тебя за любовь и милость Твою Мы благодарны Тебе, Боже Что Ты желаешь Чтобы все, кто здесь присутствует Были на Сионе Но этого мало Тебе, Господь Ты желаешь, чтобы все жители этой земли Которые наполняют эту планету Были на Сионе Твое сердце переполнено любви Сострадания, долготерпения и милости И мы сегодня просим Тебя, Иисус Коснись нашего ума и сердца Дух Святой, пожалуйста Наполни нас Будь в нас И объемли нас Благослови нас понять, Господь, Слово Твое Укорениться в нем Исполнится веры Благослови, Отец Небесный И поддержи Тех братьев и сестер Кто решил сегодня заключить с Тобою союз Заключить с Тобой завет Во имя Иисуса Христа, нашего Господа и Спасителя Ну что ж, сегодня Придется говорить короткую Но я думаю, что она будет Для всех очень приятная тема Некогда в возрасте примерно 20 Может быть 20 с небольшим лет Я проходил обучение в городе Пятигорске На повышение квалификации поваров И может быть Кто-то из этих преподавателей Который меня учил Может быть увидит эту проповедь И им будет стыдно Потому что вы знаете Что мы живем в таком мире В такой стране Где вот с преподавателем Нужно что-то давать Что-то платить Что-то приплачивать Ну и вот это было в 80-е годы Что нужно было это сделать Но я был каким-то Вот не согласным ни с чем Я не захотел никому ничего платить И мне разряд не повысили Вот представляете Какая несправедливость Я сдал все экзамены Все сделал правильно Ответил на все вопросы А мне сказали Мы подтверждаем твой разряд Но больше тебе ничего не даем И я вышел У меня была такая внутренняя опустошенность У меня такая обида была Такое огорчение И при этом еще Мне было стыдно возвращаться На то место работы Откуда меня отправили На повышение И я не пошел на работу Я не вернулся туда Настолько я был Озабочен тем Что нет справедливости Нет Я хотел справедливости Но я не было Я устроился на другую работу Тоже поваром И делал беляши Представляете Они расходились Как говорят Как горячие пирожки Был кассир Был начальник Был повар Это я И был там Саша один Человек Который вообще никакого отношения Не имел К нашей трудовой деятельности Но у него была машина Шестерка И он получал Такую же зарплату Как я Который просыпался В 4 часа утра Приходил Пахал как раб На галерах Вечером уходил И зарплата была одинаковая Я подошел к начальнику И говорю Что это такое Он говорит Ты понимаешь Вот машины нет А у него есть Я вынужден ему платить Столько же Я бросил эту работу И ушел Где справедливость Вот скажите Может быть я один такой Борец за справедливость Может быть мне одному В жизни хотелось Чтобы все было справедливо Или здесь есть тоже такие люди Которые вот хотят справедливости Хотите? А переживали вы в своей жизни Вот такие же трудности Несправедливость Ваш адрес Но на этом история не закончилась Моя жизнь с того момента Покатилась под откос И на дне уже этой жизни Вдруг Ко мне постучался Один молодой человек Ему было 18 лет Этому парнишке Как сейчас я помню И он принес мне Библию Я ему сказал Даже не говори мне ничего О Боге Еще о чем-то В мире справедливости нет И он открыл Откровения И прочитал Бог говорит Я приготовил Царство Где нет Болезни Где нет Плача Где нет Печали Где нет Разочарования Где торжествует Справедливость Я приготовил Это царство И он мне сказал Хочешь ли ты войти В это царство Как я мог отказаться Когда тебе предлагают То место Которое ты С детства Ищешь То место Где действительно Царствует Любовь И царствует Справедливость И я согласился На это Но не только Меня мучил Этот вопрос И не только Здесь присутствующих Мучил этот вопрос В Евангелии от Матфея В 19 главе С 27 по 30 текст Апостол Петр Подходит К Иисусу Христу И спрашивает Его Вот мы Оставили все И последовали За тобою Что же нам будет Что нас ждет Иисус сказал им Истинно Истинно говорю вам Что вы Послушайте Вы Последовавшие За мною В погибтии Когда сядет Сын человеческий На престоле Славы своей Сядете И вы На 12 Престолах Судить 12 колен Израилевых И всякий Кто оставит Домы Или братьев Или сестер Или отца Или мать Или жену Или детей Или земли Ради имени Моего Получит Во сто Крат И наследует Жизнь Вечную Многие Первые Будут Последними И Последние Первыми Вот они Слова Обращенные Иисуса Христа К тем людям Кто был Рядом с ним Кто С правой стороны Был С левой стороны В Расстоянии Доступа Голосового Звука Вот они Услышали Вот эти слова Меня всегда Волновал вопрос Почему они Пошли за Иисуса Что он Делал И что он Говорил Такое Что они Следовали За ним И вот я Хочу Чтобы мы Вместе С вами Подумали О каких же двух Основных Истинах Проповедовал Иисус О чем Он Говорил Мы о многом Говорим Вы знаете Вот о многом Но Иисус Проповедовал О двух Основных Истинах Как вы Думаете О каких Помогите Мне О чем Он Проповедовал Царстве Небесном Царстве Божьем Покаяние Проповедь Иисуса Христа Вот так Звучит Давайте Прочитаем Какие вы Молодцы Как вы Все Знаете Вы знаете Как трудно Проповедовать Людям Которые Все Знают Как прекрасно Проповедовать Тем Кто Ничего Не знает Вы Ему Начинаете Говорить Он сидит Рот Открыл Глаза Расширил Слушает Ему Все Новое Давайте Прочитаем Евангелие От Матфея 4 глава 17 стих После того Когда Дух Святой Уже Возвел Его В пустыню После того Когда Иисус Христос Был Уже Духом Исполнен И направлен На служение Написано В 17 Тексте С того Времени Иисус Начал Проповедовать Покайтесь Потому что Небесное Царство Уже Близко Покайтесь Ибо Царство Небесное Уже Близко Кто из вас Хоть раз Рассказывал Людям Кто вас Окружает О Царстве Небесном Кто пытался Рассказать Что есть Царство Небесное Кто об этом Рассказывал Рассказывали И что Вам сказали вот чаще всего процентов 80-90 сталкиваешься с такой проблемой, что ты начинаешь им говорить, они тебе говорят ты где этого начитался, ты где этого наслужился, беги оттуда у тебя наверное проблемы, слушай, не ходи туда пока, сиди дома тебя чем-то накачали выкинь эту информацию из головы, я в своей жизни то же самое, молодому человеку рассказываю о Царстве Небесном, он смотрит на меня, хлопает глазами и говорит, ты где это взял ты говоришь, ты что живи, бери от жизни все все самое, что можно взять, бери от жизни он почти умер уже, этот человек был молодой, красивый и здоровый а стал больной старый и немощный и до сих пор он говорит, бери от жизни все почему они не верят, а мы верим вот я уверен, что кто-то смотрит сейчас онлайн трансляцию и задается мыслью почему я верю другому говоришь, а он не верит в Царство Небесное я хочу немножечко вам рассказать об Иисусе Христе, потому что не верят в Иисуса Христа об Иисусе Христе написало 4 историка Иосиф Лавий, Тацит, Светоний и Плиний всего 4 историка написали об Иисусе Христе а знаете, сколько историков написали о императоре Юлии Цезаре как вы считаете сколько историков 4 с одной стороны кажется, что очень мало но с другой стороны всего 4 историка описывают жизнь и деятельность Юлия Цезаря императора императора Римской империи и эти же 4 историка описывают жизнь и деятельность Иисуса Христа мне нужен слайдик так выглядели израилитяне времен пришествия Иисуса Христа многим людям свойственно каким-то образом ну идеализировать что ли личности вот и если вы посмотрите на Иисуса Христа как его изображают я хочу сказать, что мне он нравится даже ну в смысле приятная внешность он красивый вот изображают Иисуса Христа красивым если вы будете смотреть фильмы об Иисусе Христе то показывают такого молодого человека с длинными волосами с правильными чертами лица такой, ну красавец такой и, ну приятной наружности я просто его оцениваю как вот внешняя красота внешние данные я думаю, что многим женщинам его внешность нравится то есть привлекает но на самом деле израилитянин выглядел вот так рост был средний у них метр пятьдесят метр шестьдесят вес был пятьдесят шестьдесят килограмм вот израилитянин сколько весил еще я хочу прибавить вам что Иисус Христос это был сын плотника у него не было знаете как вот благородные крови вот говорят так человек учился там грамоте где-то благороднейший такой длинные красивые пальцы там ухоженные ногти вот так представляют вот так выглядели люди во времена Христа у меня вопрос как он мог чтобы за ним следовали тысячи давайте мы прочитаем что написано у Исаии пятьдесят третья глава второй стих Исаия пятьдесят три два ибо он взошел пред ним как отпрыск как росток из сухой земли это слова об Иисусе Христе написано дальше смотрите что нет в нем ни вида ни величия и дальше он пишет мы видели его мы видели его наши глаза его видели это пророчество и что мы видели не было в нем вида который привлекал бы нас не было так в чем же была суть и смысл вот ну картинку эту не надо смотреть то есть не обязательно что Христос именно так выглядел но Библия говорит о том что это был человек который внешне не привлекал он внешне не был привлекательным в нем не было ничего того чтобы могло привлечь человека так почему историки пишут о нем почему в течение двух тысяч лет существует христианство и сегодня продолжают следовать за Христом что в нем было такое что вот влекло людей и к нему Христос говорил покайтесь ибо что там приблизилось царство Божье ибо приблизилось царство Божье давайте один текст прочитаем один текст Евангелие от Луки 9 глава 11 стих Евангелие от Луки 9-11 я в новом переводе читаю в эфсеринодальном переводе там может по-другому написано но об одном и том же однако толпы народу узнав о том пошли за Иисусом он радушно их принял и говорил им о Божьем Царстве а также исцелял тех кто в этом нуждался Евангелие от Луки 11 глава 20 стих Иисус говорит но если я изгоняю демонов перстом Бога то это значит что Божье Царство пришло к вам когда Иисус проповедовал о Царстве когда Иисус проповедовал о Царстве он являл доказательство того что Царство Божье приблизилось и когда его спрашивали чем ты докажешь что Царство Божье приблизилось он им говорил если не верите моим словам то верьте моим делам. А когда Иоанн Креститель смутился в отношении Иисуса Христа и через своих учеников задает вопрос, Христос спрашивает, ты ли это, или быть другому? Потому что Иоанн жил ожиданием царства, ожиданием того, чем каждый из нас живет. Ожиданием того момента, когда наступит мир, когда наступит радость, когда наступит справедливость, когда наступит благость, когда наступит счастье, они жили этим. И Христос ему отвечает. Он говорит ученикам, я вообще ничего говорить не буду. Пойдите и передайте вот что. Кто мне может напомнить, о чем он говорил? Он говорит, пойди и скажи Иоанну, мертвые воскресают, слепые, прозревают. Это картина исцеления слепого Вартимея, который сидел у дороги в пыли, и когда он услышал, что идет Иисус Христос с учениками, начал кричать. Помните? Он говорил, Иисус, сын Давидов, помилуй меня. А члены церкви ему говорили, тссс, тихо, 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 не шуми. А он, написано в Библии, еще громче стал кричать, Иисус, сын Давидов, помилуй меня. Тогда они ему говорили, зачем учителя отвлекаешь? Не смущай его. И он еще громче кричал. Тогда Иисус подошел. И вы знаете эту историю? Что Иисус сделал? Разные Евангелия по-разному описывают. Сделал брение, намазал ему глаза. Не в этом суть. Суть заключается в том, что когда он его спрашивает, Вартимей, видишь ли ты? Он говорит, вижу. Я вижу. То есть, когда Иисус Христос проповедовал о Царстве Божьем, это исцеление из сохшей руки, это исцеление сгорбленной женщины, которой 18 лет было сагбенно. Помните, она ходила в этом состоянии синагогу, она ходила на поклонение к Богу. И когда Иисус пришел, свидетельствуя о том, что приблизилось Царство, то Он доказывал то, что Царство приблизилось многими чудесами и знамениями. многими чудесами и знамениями, что Царство Божие приблизилось. Мне пришло одно письмо, и там написано, один брат хочет защитить докторскую диссертацию. Его тема «Почему служитель выгорает?» Почему служитель выгорает? Понятна фраза? Что такое «выгорел человек»? Я бы сказал так. Знаете, не нужно, почему служитель выгорает. Я бы задал вопрос, почему верующие выгорают? Почему верующие некогда, у них в сердце горел огонь, у них горели глаза, и вдруг они почему-то, что-то выгорело у них внутри. Знаете, выгорели внутренне. Я отвечать не буду, я там ничего писать не буду, но я хочу сказать свое личное мнение. Я не выгораю, но когда я вижу, я ничего против церкви не имею, я люблю церковь, я люблю братьев, сестер, но вижу, что церковь становится таким обществом добрых людей, которые отзывчивы на проблемы окружающего мира, помогают, что-то там делают, друг другу помощь какую-то оказывают. Но я перестал видеть, что мы, то есть я вместе с вами, как церковь, перестали проповедовать то, что проповедовал Иисус, царство. И при этом не имеем никакой силы, чтобы доказать, что мы проповедуем царство Божье. Поэтому превращаемся просто в добрых, отзывчивых людей. Можете говорить, что угодно. Я читаю в Библии, что Христос явил проповедь царства и доказывал это многими чудесами и знамениями. «Вот что я хотел бы, вот чего не хватает моей душе, вот что бурлит и кипит во мне, что мне хотелось бы, чтобы церковь была наполнена силой». Мне интересно, что делали последователи Иисуса Христа. Смотрите, что произошло. После своего воскресения Деяния апостолов, первая глава, третий стих. Давайте прочитаем, что делал Иисус. «Вот Христос умер, Его сняли с креста, Его опеленали, Его положили в гроб, который был приготовлен, и через три дня Христос воскрес». И мы с вами читаем в книге Деяния апостолов. Первая глава, третий стих. «После своего страдания Он представал пред этими людьми живым». И дальше я читаю, что там написано. «Со множествами доказательствами Иисус являлся им в течение сорока дней и говорил о Царстве Божьем». «Со многими доказательствами». И Деяния апостолов, восьмая глава, двенадцатый стих. «О Филиппе речь идет». «И когда жители этого города поверили Филиппу, проповедовавшему о Царстве Божьем и об Иисусе Христе, то многие мужчины и женщины приняли крещение». Вы видите, что проповедовал Филипп, что проповедовали первые апостолы, друзья мои. Они проповедовали не то, что нужно быть добрыми, не то, что нужно быть хорошими. Я ничего против этого не имею, мои возлюбленные братья и сестры. Простите меня, простите меня. Они не проповедовали людям, не приходили, не говорили, «А ты мясо ешь? Может, тебе стоит отказаться от мяска?» Я не вижу таких проповедей, понимаете? Я вижу проповедь о Царстве. Я вижу о том, что Бог хочет всех спасти, и Он это проповедует. Но когда люди, написано, пускаются в различные помыслы, вот здесь возникают проблемы. Давайте подытожим. Если говорить о нас с вами и говорить о первых апостолах и о нас, то, я думаю, то повеление или то, что делали апостолы, оно имеет и к нам с вами отношение. Наша задача – приготовить путь Господу. Наша задача – сделать прямыми пути Его. Нужно проповедовать о Царстве и при этом являть силу Божью. С первым легко, правда? Вышел о Царстве, рассказал. А чем докажешь? Вот в чем наша сегодня нужда. Вот почему вся Церковь молится о излите Святого Духа. Вот почему все просят, чтобы, ну, как пример, огонь благодатный, дня Пятидесятницы, сошел на нашу Церковь, чтобы наступил такой момент, чтобы, глядя на каждого здесь присутствующего, видел огоньки пламени. знак Духа Святого, знак силы Духа Святого. Приходилось ли вам мечтать о Царстве Божьем? Приходилось? А как оно выглядит? Наташа говорит, город урит золотых, жемчужные врата. Кто еще мечтал о Царстве Божьем? Кто видел его вот так, в мечтах? Нет болезни, на арфах музыканты там играют. Оль? Фиалки растут, хорошо. Еще что? Общение с Богом. Давайте мы с вами прочитаем один текст. Я как-то разговаривал с одним братом, он говорит, это не открыто, это нам не открыто, мы не знаем, что в Царстве Божьем будет, мы не знаем, что там будет. Я ему говорю, как не знаем? Как это не знаю? Я знаю, а ты не знаешь, что это? Как это так? Давайте откроем 1 Коринфянам, 2 глава, с 9 по 14 стих. 1 Коринфянам, 2 глава, с 9 по 14 стих. Но как написано? Не видел того глаз, не слышало уха, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. И останавливаются здесь. Остановили, все. Не видел глаз и не слышало уха. Позвольте. Давайте дальше прочитаем. Дальше читаем? Давайте. Что написано? 10 стих. «А нам Бог открыл это». Людям это непонятно. Люди это не приходят на ум, и глаз их не видят. А нам это Бог открыл Духом Своим. Ибо Дух все проницает, и глубины Божьи. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем, так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего. Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать, дарованное нам от Бога. То есть для чего Духа Святого принимают? Чтобы знать, что даровано нам от Бога. Не гадать, заметьте, не гадать, знать. Что и дальше написано? Они знают. И дальше? Что и возвещаем? Не от человеческой мудрости, изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. А душевный человек не может этого принять, что от Духа Божьего, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что осем надо бы насудить духовно. Итак, друзья мои, мы видим, что если нас Бог призвал Духом Святым, Он открывает нам, что будет в Царстве Божьем. Да, картина из огромных пазлов, и этих пазлов очень много. Мне кажется, сколько живущих человек на земле, которых Дух Святой коснулся, каждый человек видит кусочек, маленький кусочек этого рая, этого царства. Но он его реально представляет, потому что когда я своему брату рассказываю о том, что есть Царство Божие, и рассказываю, как я его вижу, он говорит, иди к доктору. Понимаете? Он говорит, иди к врачу. А в Библии написано, что мне... Понимаете, это не мне приснилось, и это не... Я надумал, потому что Слово Божие говорит, что не может человек просто сам по себе увидеть то, что на небе. Это открыл Дух Божий, и Он хочет открыть это нам с вами, чтобы мы видели частицу этого Царства Божьего. А мир этого не может понять, и это ему не открыто. А раз это нам открыто, мы начинаем об этом Царстве говорить, мы начинаем об этом Царстве проповедовать. Слайдик мне. Это Воскресение Лазаря, но это служение Иисуса Христа, где Он доказывал, где Он являл свидетельство того, что Царство Божье близко. Царство Божье близко. И вот оно начинается, то Царство, которое видят братья и сестры, которое вижу я, и которое видите вы. Я вижу тоже город, кстати. Но у меня квартира в городе будет, и одна... как там... за городом. В Библии написано, я вам серьезно говорю, читайте внимательно, вы увидите, что у каждого человека будет квартира в городе, и еще написано, что будете иметь землю, будете выращивать не для того, чтобы кто-то ел, а чтобы вы ели, и будете домы сами строить по своему проекту. Оля, для тебя. Видишь, как красиво, правда? Это все люди рисуют, они представляют себе Царство Божье. Кто-то представляет из сестер, что он будет читать Слово Божье, сидя и наслаждаясь пением птиц, а воздух там такой кристально чистый, что мелодии птичек, которые поют, знаете, словно переливающаяся такая музыка, которая нежно ложится на ваш разум и на ваше сердце. Такое успокоение. Травка такая мягкая, знаете, как вот на нее наступаешь ногой, ногу убираешь, она опять вы наступили, она вот так снова не мнется трава, и вы босиком ходите там по этой траве. Вот туда не ходите, там мой дом. И лев у меня живет там. Серьезно? Я выхожу, и лев выходит ложиться, и я свои ноги ему в гриву. Но я ему говорю, смотри, чужих сюда не пускай. И вы знаете, что лев там написано, что он вот с ягненком так в Царстве Божьем. Там Господь. Сестра сказала, хочу с Господом быть. Будет время, когда вы будете приходить. Не так будете мне, сестра, она говорит, я молюсь, и у меня создается впечатление, что Бог меня не слышит. Я хочу с Ним поговорить. А я вам хочу сказать, что вы в Царстве Божьем, вы будете вот так лично подходить и разговаривать со Христом. Все, что было вам непонятно, все, что на земле вы здесь пережили, и вы не могли понять, почему это происходит, вам все будет разъяснено. И субботу в субботу, и с месяца в месяц. Вот так в Царстве Божьем будут наши дети гулять. Я живу в культурно-христианском центре, и когда у меня дочь выходит в центр погулять, здесь, это культурный христианский центр, я истинно вам говорю, вот пред Богом. И если моя дочь пропала с поля зрения на 20 минут, я смотрю по времени, 20 минут ее нет, я начинаю бить тревогу. Знаете почему? Потому что даже на этой территории культурного христианского центра я не знаю, что может произойти. Потому что мы живем вот в этом мире, который исполнен зла и насилие. Но я знаю место, где мой ребенок будет гулять хоть целый день. И я буду счастлив, я не буду переживать. На моем сердце будет мир и покой. Вот о чем просит проповедовать Иисус Христос. Вот о чем мы должны людям рассказывать. Вот о чем мы должны оповестить этот мир. О том, что там нас ждет счастье, там нас ждет мир, там нас ждет покой, и там нас ждет великая радость. И сегодня шесть человек. Вы это поверили? Ну, они поверили, может, не сегодня. В это поверил я. Я вам серьезно говорю. Я иду земными битвами, как написано в Слове Божьем. Потому что я знаю, что наступит конец. Я знаю, что на этой земле будет много страданий. Сегодня я вам хочу сказать, мои дорогие, возлюбленные, братья и сестры, слава Богу, у нас нет войны. Но приезжают люди, которые живут на Украине, они приезжают сюда, и они рассказывают такие страхи. Вот я ездил, посещал вот эту женщину, которая приехала с Украины. Она мне такого рассказала, что вы знаете, что не хочется порой верить средствам массовой информации, но когда тебе люди начинают свидетельствовать о том, что там происходит, у тебя волосы дыбом встают на голове. Я говорю, слава Богу, у нас еще этого нет. Но я хочу вам сказать, мои дорогие братья и сестры, не расслабляйтесь. Потому что сегодня, как написано, мы идем, у нас есть трудности, и мы устали. Но Писание говорит, что мы идем спешими. А наступит время, когда придется идти с конными. Поэтому ободритесь, укрепитесь, исполните силы Духа Божьего, проповедуйте скорость и близость Царства Божьего. Поймите меня правильно, друзья мои, не войну проповедуйте, не войну надо проповедовать, не разруху надо проповедовать, не несчастье надо проповедовать, а проповедовать Царство, Царство Божьего и правду Его. Призывайте мир к покаянию и свидетельствуйте силой Духа Божьего. И да поможет нам Бог. Я написал в молитвенной просьбе для своей группы, вот кто ходит на учительский разбор субботней школы, ко мне в класс пастырскую группу, я написал просьбу свою ученикам, я их попросил молиться обо мне. Я прошу силу Духа Святого в два раза больше, чем было у Илли. Как Елисей, помните? Он сказал, дай мне Духа вдвойне. Последний вопрос вам задам. Как вы думаете, увенчается моя молитва успехом? Кто сказал да? Ну, докажите мне, дайте мне свидетельство того, что да, да. Что там написано? Дайте мне Писание, дайте мне Библию, Слово Божье. Хорошо, но мало. Просящему дано мало, хорошо, согласен еще. Молодец. В Библии написано так. Вы, будучи злы, ну мы с вами, будучи злы, умеем давать детям нашим добрые даяния. Тем более, то есть если я вот так сейчас возьму, перефразирую, мне мой Бог говорит, мне Иисус говорит, Виталик, тем более Отец хочет дать Духа Святого просящему у Него. Будет мне вдвойне Духа Святого? Господь, ты слышал, что братья сказали и сестры. Молимся, просим благословения. Вы только вдумайтесь, что все мы будем в Царстве Божьем. Вы понимаете, какое должно быть чистое у нас сердце? Вы понимаете, какие должны быть чистые мысли? Какое у нас должно быть с друг с другом отношение чистое? У нас не должно быть друг друга никакой зависти, никакой корысти. У нас друг другу не должно быть никакого горя, никакой печали, потому что на протяжении миллионов лет мы будем жить вместе. Как вы мне будете... Все время мы что, с вами на разных планетах, что ли, жить будем? В одном доме будем жить? Рядом с вами поселюсь. Вам придется у Иисуса просить уехать куда-то? Нет. Наташа, видишь, туда не войдут такие. Молимся. Господь, наш Отец Небесный, мы просим Тебя, Господь, прими нашу благодарность. Мы так благодарны Тебе о том, что Ты проповедовал Царство Твое. Мы благодарны Тебе, Господь, что Ты являл свидетельством, Ты доказывал, что Царство Божье близко, не благодаря тому, что Ты был сильным интеллектуальным человеком, что у Тебя были какие-то там корни какие-то, Ты был сыном у какого-то руководителя. В Тебе не было ровным счетом ничего. Но люди верили Тебе, потому что Ты говорил, как власть имеющий. Люди верили Тебе, потому что Ты говорил, если не верите моим словам, поверьте делам моим. Господь, и Ты это поручение оставил апостолам, апостолы оставили нам, что мы должны проповедовать Царство Божье и правду Его, и призывать этот мир к покаянию. Господи Божий наш, исполни нас силой Твоей, перенаправ наши мысли и наши сердца, разверни их, Господь, дай нам увидеть этот мир, который погибает в грехах. Дай нам, Господь, увидеть, что каждый из людей, который живет на этой планете, он несчастен, что единственное счастье, которое его ждет, это Царство Твое. Это та награда, которая приготовлена каждому верующему. Во имя Иисуса Христа, нашего Господа и Спасителя, помоги нам сделать это. Тебе слава и честь. Дай нам самим поверить в это. Дай нам, Духом Святым, откровение о Царстве Твоем. Дай нам, Господь, днем и ночью думать о Твоем Царстве, мечтать о Нем, представлять Его. Тебя мы за все благодарим, и благодарим за этих людей, которые желают сегодня креститься. Просим Тебя, Господь, благослови нас всех отеческим благословением. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста, дорогие друзья. Есть откровение еще того, кто же все-таки может войти в Царство Божье, что нужно для того, чтобы войти в Царство Божье. Но это в следующий раз.